Страх Божий И человек, который сознательно идет наперекор ему или просто упорно игнорирует его, он рано или поздно сам навлечет на себя суд Божий. И в конечном счете мало такому человеку, как говорится, не покажется. Вот поэтому книга «Притчи Соломоновых» неоднократно повторяет такую простую мысль, что страх Господень отводит от зла. Не зло страх Господень отводит от тебя, а тебя страх Господень отводит от зла. Это немножко разные вещи. То есть богобоязненный человек понимает, что Бога не стоит гневить, и поэтому сам старается держаться подальше от того, что вызывает Божье неудовольствие. Однако иногда наше представление о гневе Божьем бывает не совсем точное или просто неправильное. Мы не до конца понимаем, что именно вызывает в Боге гнев, что его сердит. И вот это неправильное или неточное представление о Боге и о том, как Он хочет с нами, с людьми строить отношения, может вселить в нас совершенно не тот страх, который Господь хочет, чтобы был в нас. Пример вот такого неправильного страха можно увидеть в знаменитой притче о талантах. Я прочитаю из Евангелия от Матфея, из 25 главы, стихи с 14 по 30, в переводе Кузнецовой. И еще представьте себе, один человек, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил на них свое имущество. Одному он дал пять тысяч золотых, другому две тысячи и третьему тысячу, каждому по силам, а сам уехал. Тот, который получил пять тысяч, тотчас пустил их в дело и нажил еще пять тысяч. Получивший две, тоже нажил еще две. А получивший одну тысячу пошел и закопал деньги своего господина в землю. Прошло много времени, и вот возвращается хозяин слуг и требует у них отчета. Получивший пять тысяч, пришел и принес еще пять. Господин мой, сказал он, ты дал мне пять тысяч, смотри, я нажил еще пять. Хозяин сказал ему, хорошо, ты добрый и верный слуга, ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое, иди на мой пир. Пришел и второй с двумя тысячами и сказал, господин мой, ты дал мне две тысячи, я нажил еще две. Хозяин ему сказал, то же самое, хорошо, ты добрый и верный слуга, ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое, иди на мой пир. Пришел тот, кто получил одну тысячу. Господин мой, сказал он, я знаю, что ты человек безжалостный, жнешь там, где не сеял и собираешь там, где не рассыпал. Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю, вот они, держи свои деньги. Тогда господин его ответил ему, негодный и ленивый слуга, ты знал, что я жну там, где не сеял, собираю там, где не рассыпал. Так тебе надлежало, простите, надо было в этом переводе, положить мои деньги в банк, тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами. Заберите у него эту тысячу и отдайте тому, у кого есть десять тысяч, простите, тому, у кого есть, даст еще, и будет у него избыток, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А негодного этого слугу выбросьте вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Что мы с вами здесь видим? Мы с вами здесь видим слугу, который получил тысячу золотых, и он признается в том, что боялся своего господина. Страх присутствует, он сам об этом говорит, да, я боялся тебя, это его слова. Но давайте выясним, что это был за страх. Был ли это здоровый страх Божий, о котором мы говорили в предыдущих программах, или нет? Как нам это выяснить? Очень просто. Всякое дерево, Ешуа сказал, познается по плоду. В данном случае плодом того страха, который был в сердце этого человека, как мы видим, была полная безинициативность, бездействие. То есть он знал, что от него ожидается прибыль, но также понимал, что торговля сопряжена с риском. То есть, пустив деньги в оборот, можно как их приумножить, так и потерять. А хозяин представляется ему человеком жестоким, безжалостным. Он думает, что его хозяина интересует одно – прибыль, только прибыль и ничего, кроме прибыли. То есть, другими словами, если вместо прибыли у хозяина будет из-за него, из-за слуги, убыток, он рассуждает, что мне конец в таком раскладе, в таком случае. И поэтому он решает, что вообще лучше ничего не делать, чтобы не допустить самого страшного для хозяина и для меня, то есть убытков. Поэтому он просто решает сохранить эти деньги, продержать их в целости и неприкосновенности до возвращения хозяина. Таким образом, он думает, что хозяин убытков точно не получит, ну, переживет, если и прибыли тоже не получит, это не самое страшное, а я себе шкуру сохраню наверняка. Так вот, рассуждая таким образом, он совершил, как мы сейчас видим с вами из этой притчи, самую ужасную из всех ошибок, которые только можно совершить. Он вообще ничего не сделал для своего хозяина, то есть он не проявил абсолютно никакой инициативы. Наказание его было тоже очень тяжелым, потому что выражение «скрежет зубов» встречается у евангелистов только в контексте разговора о людях, которые не входят в Царство Божие. Вы можете сами просто поискать в Евангелиях, и вы найдете эти места. Но нас сейчас должны интересовать, конечно, в первую очередь не последствия такого решения этого слуги, а причины этого решения, причины такого поведения. А причина, как мы видим, опять-таки, из нашей притчи, это совершенно искаженное представление о Боге. Ну, то есть, понятно, что о характере хозяина, если уже говорить о притче, вот, и о его отношении к своим слугам. Что мы можем тут с вами сказать по этому поводу? Безусловно, господин есть господин, а не дружбан, то есть понебратство в отношениях с хозяином не к месту, разумеется. Однако, господин, о котором рассказывает нам в этой притче Ишуа, он доверяет своим слугам. Во-первых, он поручает им управление своим имуществом. Это большая честь, им оказано реальное доверие. Во-вторых, он дает каждому из этих слуг по силам, то есть по его способностям. Это говорит о том, что он хорошо знает своих слуг, видит потенциал каждого из них и дает каждому из них возможность для реализации этого потенциала. Ну и, наконец, обратите внимание на то, что перед своим уходом господин не дает своим рабам никаких подробных инструкций. То есть, это означает, что он считает своих слуг достаточно разумными для того, чтобы самим проявить инициативу и понять, как разумно и мудро распорядиться имуществом хозяина. То есть, одним словом, хотя в отношениях господина и его слуг, безусловно, есть элемент субординации, то есть подчинения, все-таки он господин, он хозяин, а не слуги, это не подлежит обсуждению, это совершенно ясно. Тем не менее, тем не менее, это все-таки отношения доверительные и партнерские. Проблема многих верующих, как мне кажется, заключается в том, что они представляют себе Бога совершенно не так, и отношения с ним. Не так, как Иешуа представляет отношения хозяина и слуг в этой притче. Для многих верующих Бог представляется надсмотрщиком, который, в принципе, делает всего две вещи. Вначале он расписывает всю твою работу до мелочей, не оставляя тебе самому никакого места для инициативы, творчества и самостоятельных решений. То есть он от тебя просто ожидает тупого, бездумного послушания, как от робота. А потом, второе, что он делает, после того, как он выдал тебе свои ценные указания, этот надсмотрщик впивается взглядом в каждое твое движение, в каждую твою мысль. И как только ты, я уж не говорю упал, об этом лучше вообще даже не заикаться, как только ты хоть чуть-чуть споткнулся или оступился, он тут как тут, с жестким наказанием, после которого ты бьешься в истерике и вообще не знаешь, как такая тупая и бестолковая тварь, как ты, вообще еще занимает место под солнцем. Ну, впрочем, понятно как, исключительно по великой милости. Надсмотрщика, который ведь мог бы и пришибить насмерть, но не пришиб. Спасибо ему за это, а также слава, хвала и осанна. Я надеюсь, что излишне пояснять, что вот такое представление о Боге совершенно ложное. Богу ведь не нужны ни роботы, ни марионетки. Ему нужны люди со свободной волей, какими он нас, собственно, и создал. Инициативные люди, творческие люди. И все мы такими были в детстве, если мы хоть чуть-чуть себя помним или если мы смотрим на наших детей, мы родились именно такими. Но откуда же в таком случае берется вот это, простите за выражение, бредовая совершенно картина? Такое представление о Боге, как о надсмотрщике. Конечно же, оно берется из нашего житейского опыта. То есть, родители, учителя, директрисы школы, начальники, генеральные секретарицы ККПСС, вождь и учитель товарищ Сталин или просто куратор КГБ на вашей работе. Кто-то один из них или несколько из них, взятые вместе в какой-нибудь комбинации, вероятно, были в чем-то именно такими, как мой воображаемый надсмотрщик. И став верующим человеком, и узнав о том, что у Бога тоже есть над нами власть, возможно, мы переносим бессознательно совершенно, переносим вот этот жуткий образ, переносим его на Бога. Мы с вами, мне кажется, должны понять, что и Бог, и надсмотрщик могут как радоваться, так и гневаться. В этом у них есть что-то общее. Эмоции у них есть. Потому что эмоции свойственны всем живым людям и всем личностям. Бог — это личность. Также и Бог, и надсмотрщик обладают властью над своими подчиненными. Но при этом нужно понимать, что они совершенно разные личности, совершенно разные по своему характеру и, соответственно, по-разному совершенно относятся к своим подчиненным. Тот факт, что иногда властью наделены жесткие, безжалостные надсмотрщики, совсем не означает, что власть как таковая, в принципе, является чем-то порочным. Власть Бога действует совершенно иначе. Нам нужно, конечно же, бояться идти, сознательно идти ему наперекор, то есть сознательно бросать ему вызов. То есть, другими словами, нам нужно иметь в себе страх Божий. Но если уже мы разобрались вот с этим бунтом в себе, который был во всех нас, наверное, пока мы еще до конца не верили в него, если мы с этим разобрались, то нам бояться нечего, кроме вот этого вот самого парализующего страха, о котором мы читали в нашей сегодняшней притче. Каждый наш шаг на пути исполнения воли Божьей драгоценен для него, даже если поначалу шагнув вперед, мы падаем или оступаемся, или делаем два шага назад. Он видит, в первую очередь, наше желание ходить вместе с ним, научиться ходить, и иногда он допускает падение, именно для того, чтобы развить в нас не только вот это вот желание, но чтобы это желание переросло в решимость, в твердое намерение. И по мере того, как мы делаем эти шаги и просим его укрепить нас и направить нас, конечно же, мы научимся ходить лучше и тверже, и в конце концов, войдем в радость нашего господина. Нет никаких сомнений в этом. Возможно, вот такое неправильное представление о Боге было у вас самих до сих пор, но при этом вы также совершенно четко знаете, что несмотря на то, что в чем-то у вас было не совсем, может быть, точное представление о Боге, в чем-то оно было вот таким вот искаженным, тем не менее вы знаете наверняка 100% по своему опыту, что Бог, тем не менее, присутствовал и присутствует в вашей жизни, и что вы не какой-то негодный, а вы хороший слуга, который знает, что ему верено и приумножает веренные ему таланты, и приносит плод, соответственно. И, может быть, вы задаете себе вопрос, стоп, ну как же так? Я, с одной стороны, я знаю, что я всю, до сих пор свою жизнь с Богом потратил не зря, что есть плоды, а с другой стороны, я сейчас понимаю, что, оказывается, я его себе представлял совсем не так, или не совсем так, как надо его себе представлять. Как это может быть? Неужели я обманывал сам себя? Может быть, это не Бог говорил со мной о том, что мне делать? Может быть, Он не показывал мне, к чему Он призвал меня, какие у меня дары и как мне их использовать? Скорее всего, я думаю, что вы не обманывали сами себя, и Бог действительно и присутствовал, и присутствует в вашей жизни. Направляя вас иногда даже, может быть, в мелочах относительно того, как приумножать вверенное вам. Однако, Он делал и делает это не потому, что так хочет этого, а просто по вашей вере. Есть такой принцип, по вере твоей да будет тебе. Мы встречаем его в Евангелиях неоднократно. То есть, Он видит просто, что пока, на данный момент, вы представляете Его себе вот таким хозяином, который дает своим слугам пошаговые инструкции, и пока еще просто не готовы подняться выше на одну ступеньку в своем представлении о нем, то есть, принять Его таким, какой Он есть на самом деле. Ну и, соответственно, что Он делает? Он снисходит к нам, с вами, когда у нас есть еще вот такие представления, не совсем достойные Его или совсем недостойные Его, и опускается на тот уровень, на котором мы готовы Его принять. Почему Он это делает? Ну, потому что нам лучше иметь с Ним хоть какие-то отношения, и Ему с нами, чем вообще не иметь никаких. Но со временем, конечно же, Он хочет освободить наш разум от таких искаженных представлений о самом себе. И, может быть, Он делает это прямо сейчас. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazisdefismedia.tv